Какие отрасли являются перспективным, какой способ продвижения технологий в отраслях существует. И в принципе, наверное, оно все естественным путем могло бы развиваться в слоях рыночной экономики. При наличии спроса, предложения, все было бы замечательно. Но в данном случае мы понимаем, что отечественных технологий недостаточно. И если просто будет сейчас все происходить, то скорее всего мы будем просто покупать иностранные технологии. И естественно, государство заинтересовано в том, чтобы развивались отечественные решения, появлялись отечественные технологические стыки. Для этого планируется инвестировать в достаточно серьезные средства в ближайшие годы по разделу с правовой технологией федерального проекта. Речь идет о порядка 180 долларов рублей, на ближайшие до 2024 года, из которых порядка 60-80 уже в ближайшие три года. Все это планируется инвестировать через полномочий инвестированный урок и старственный источник развития. У нас сегодня присутствует на панели Костин Паршин, представляющий Сколково. Сколково играет важную роль в этом процессе и, соответственно, планирует поучаствовать в поддержке отечественных разработчиков. И в данном случае я хотел бы спросить Константина, рассказать, как планируется организовать, и какие из торговых направлений, технологических направлений уже увеличены в работу, на сколько эта работа успешно идет. Добрый день. Отдельное спасибо за то, что у меня ближе к концу выступление. Сейчас такой замечательный панель экспертов. Не, не потому, что последняя запоминается. Просто такое замечательное панели, в принципе, можно вообще не готовить, просто документировать где-то там на чужую мысль. Можно мыслим прозитировать и очень хорошо при этом выступить, но я все-таки попытаюсь вспомнить то, что я хотел вначале сказать, когда мы готовили эту сессию. На самом деле, когда звучит слово «считать институт развития», я лично немножко вздрагиваю, потому что на самом деле это такая фраза, в которой человек очень большую ответственность в развитии. Вырастет ребенка, писать дерево, потом восходить. В общем, вы видите саморазвитие, мы почему-то там сами для себя работали, потому что наши API, почему-то, кстати, часто публикают. Развитие это, значит, как минимум должно быть частью процесса, процесса, который где-то начинается, как говорится, от идеи и заканчивается тем, где не просто общественный консенсус, а где все общество благодарно потребляет солдаты этой идеи, уже не помним, оттуда она вообще взялась. И вот этот процесс, он сложный. Мы, со скоком, наверное, можем сказать, что опыт наш просто по времени достаточно значительный, чтобы найти, на наш взгляд, там, те зоны, те точки конкретной инвестиции, очень большие, как правило, всегда их не хватает, и деньги, и временные ресурсы, где, на наш взгляд, эффект может быть относительно значимый. И возникло какие-то, то, что мы любим, синергии. Время каких-то двухсторонних сделок, на наш взгляд, там, дали денег, построили, может, и все закончилось, все разошлись. На наш взгляд, вот, закончилось, то есть, все сложнее, интереснее, но сложнее, поэтому, как везде еще вот такие вот синергетические, там, где-то даже синтевые эффекты. Я выделю, наверное, три зоны основные. Да, ну, еще раз надо, тоже, в комментариях, небольшие звездные технологии, это наше все, то есть, это не они нам, не сейчас просто про них написать, рассказать о дорожных картах, они, ну, с толщником уже везде. То есть, у нас заявки на статус, которые приходят десятками, там, в неделю, иногда даже больше, чем десятками, ну, вот, две трети, четыре-пятых, там, обязательно будет либо полчин, либо искусственный интеллект, либо полчин, да, но, чаще всего, все вместе, в общем-то говоря. Но проблема, которую мы сталкиваемся, это, видимо, очень хорошо, ее знают заказчики, ее знают специалисты, точно знают, вот, все люди, которые сегодня выступали, то, что, пробел номер один, идеи, многие хорошие идеи просто не постреливают. Мы не знаем, сколько, вот, какой процент, потому что мы их не видим, они, вот, добежали до какого-то прототипа, не добежали даже до какого-то прототипа. И есть такое понятие, как барьер для входа, на рынок барьер для входа, вот, на технологический рынок еще больше барьер для входа, поэтому, на наш взгляд, вот, первая область, которой и Сколково, и мы призываем все остальные институты развития, и схожий по духу, по деятельности организации, на что посмотреть повнимательно, это как раз те зоны, где можно снизить барьер для входа. Вот, я по традиции, да, есть множество, по-моему, проще всего, да, вот, взять, это, наверное, ну, так вот. Но, на самом деле, на правой степени можно обращаться и к, скажем так, к менеджменту города Москвы, это они замечательные исследования опубликовали, по-моему, буквально сегодня, там есть канал у них на сети Москва, о том, что вот мера поддержки, которую больше всех требуют стартапы, это 22% такая цифра, это самая большая процентная величина, это возможность подключения к красным платформам. То есть возможность как можно быстрее встать на платформу, получить доступ к сетевым эффектам, получить доступ, стать частью экосистемы. То есть не спрашивают, дайте нам работу, не спрашивают, дайте нам денег, декран, они просто дайте нам возможность использовать каналы продвижения, дайте нам возможность стать вашим технологическим партнером в IT-платформу. Вот развитие таких экосистем, конечно же, с использованием технологий, конечно же, там с какими-то общими правилами развития этих платформ, на наш взгляд, одни из самых-самых таких перспективных направлений, которые, конечно, будут подтаскивать очень большое количество новых идей, разработок, сервисов. Активнейшим образом этим занимается, конечно же, Ростелекума и Мэйлл. Ну, я не хочу не победить, на самом деле, все крупные игроки на цифровом сегодня пространстве, все строят экосистемы, сервисовая платформа, мы пытаемся, сколько бы не отстать и быть немножко рядом, надеемся, что там, ближайшее время, как раз МРУ подобный пример, мы объявим, где мы вот работаем как институт развития, синхронизируясь с теми направлениями, которые уже существуют в направлении развития таких платформенных решений у крупных игроков рынка. Это вот запуск от рынка, мы его видим, и ускорять развитие экосистем, ускорять, вот это сокращать, то, что называется, cycle time, да, отойти и попробовали, полетело, отлично, не полетело, выносили следующую, как можно быстрее завели. Время очень критично показать. Все крупные заказчики так или иначе отмечают, что акселерационные программы, какие-то инкубаторы, какие-то новые формы, они все равно пока не пришли к какой-то универсальной формуле, что за там 6 месяцев можно прокачать до прототипа 50 компаний, вот 100, вот там фактически 0 рублей, потому что институт развития, все это компенсировал. Вот таких идеальных форм мы пока не нашли, и мы чисто не имеемся на самом деле. Вторая, вторая зона, где мы, конечно, я в этом, Евгений, собственно, представляю меня, сказал, это еще один барьер, который уже не для входа, а барьер для масштабирования. Опять же, не буду примеров много приводить, вы можете прекрасно себе нарисовать, таких ситуаций очень много, где есть наборы, есть наборы зрелых технологий, есть базовые компоненты, которые вышли уже из зоны прототипирования, они уже работают, они распознают применение, они работают в каких-то там промышленных применениях, но вот в платформе, в какой-то комплексный проект они не реализовались, потому что для того, чтобы выйти на масштабирование, кто-то должен заплатить за это масштабирование, кто-то должен быть инвестором, кто-то должен быть заказчиком, и это то, кстати, где мы зачастую, так говоря, по моему импортозамещению, слово может быть не очень корректно, мы хотим выйти на клубе мировых аналогов, мы хотим быть конкурентоспособными, мы можем быть в ряде случаев конкурентоспособными, но барьер для входа это вот потратить тот объем средств, который был потрачен многими годами нашими конкурентами в данном случае, а вот никто первым быть не хочет, и это очень правильно, что именно вот в таких точках возникает государство, которое будет вот этот приоритет, вот сюда не может допрыгнуть ни одна компания в одиночестве, давайте мы консолидируем усилия, консолидируем усилия и самих заказчиков бизнеса, потому что они вместе придумали вот эти дорожные карты, это же не государство разрабатывало, это, собственно, бизнес разрабатывало. Они сказали, вот мы хотим дойти не просто со складной технологией куда-то, вот до такого целевого значения. И мера поддержки будет, ну и, конечно, я надеюсь, здесь и мы вас тоже не должны разочаровать, потому что это все нужно конвертировать очень быстро в конкретный набор проектов с конкретными механизмами доступа к этой поддержке. А это для нас сейчас в ближайшее время основным приоритетом. Поэтому вот такая вот интегральная связка от высокоуровневого пока еще долгосрочных приоритетов до конкретных проектов, которые нужно как можно быстрее поддержать. Вот это, наверное, второе направление для нас очень важное. Третье, многократно озвученное сегодня, это, конечно, нормативная база. Вы знаете, что Сколкова возглавляет в рамках правоэкономики Центра по нормативной регулировке. Сложнейшая история, очень непростые развивки. В целом, пока еще, наверное, наше общество, я не думаю, что и государство, это больше, чем у государства, наше общество, не научилось быстро переобучаться, быстро находить те самые новые общественные консенсусы, которые бы быстро реализовывались в новых нормах. Я не говорю, что скорость здесь должна быть самая целью, но ряд механизмов, которые могут все-таки ускорить эти процессы, они известны, что нужно запускать. Это те самые песочницы регуляторные и технологические вместе с ними. Это те самые, наверное, какие-то экспертные сообщества, которые должны быстрее разрабатывать проект нормативно-правых актов. На каждой сессии практически сегодня на других площадках этот вопрос поднимается. Это неотъемлемая часть любого инновационного процесса. Цифры это особенно сильно ощущается. Я вам приведу очень простой пример, опять же, возвращаясь к началу, для того, чтобы как раз снизить барьерные обходы. Те самые большие данные, то, о чем точно Анна может очень много надо рассказать. Вот как сделать так, чтобы все потенциальные даже сообщества разработчиков, студентов, инноваторов получили максимально комфортный и безбарьерный доступ к объему данных, который уже доступен в рамках каких-то проектов внутри больших городов или каких-то операторов или комфортных. Вот задача, как этот актив, цифровой актив, накопленный, с одной стороны предоставить, с другой стороны, опять-таки соблюсти все требования регуляторов, законодательства, интересов личности отдельно или общества для того, чтобы не нарушать каких-то там рисков для безопасности создавания. Вот эта дилемма, которая, на самом деле, постепенно начинает находить какие-то тактические или практические решения, на самом деле, может быть в разрывной рост на взгляд, или институт, потому что это фактически дать людям, ну вот были там ручки и тетради, дали им компьютеры, вот много чего из этого нового родилось. Научиться выбирать такие барьеры, для нас, кажется, для Скуппу, кажется, это очевидный совершенно ресурс сформирования огромной воронки новых идей, стартапов и, соответственно, продуктов, сервисов и новой ценности для экономики, для общества в целом. Спасибо. Спасибо, Константин. Коллеги, наряду с Скуппа, который участвует в процессе поддержки развития права и технологии, в том числе поделился, где он должен видеть свой участие, а также планировал участие фонда Бортника по поддержке стартапов, российской личной компанией по совместному инвестициям фонда, в связи по представлению субсидий, также субсидий Минпромторга будут представляться кредитные процентные ставки, сниженные со стороны ЭЭБа. Вот в данном случае целый набор инструментов готовит сейчас государство для того, чтобы ускорить процесс развития цифровых технологий и ускорить процесс движения по внедрению их в отрасль экономики. Тот процесс, который мы сегодня с вами обсудили на примере конкретных отраслей. Все это будет делаться в рамках конкретных дорожных карт. Дорожные карты задают некоторые ориентиры, в данном случае направления тематически уж точно. Сегодня и завтра планируется публичная презентация разработанных профессиональным сообществом в течение последних полутора месяцев. В банк будут рассказывать про плановые технологии, коллеги будут рассказывать про искусство интеллекта Сбербанка, коллеги будут рассказывать про робототехнику, из Иннополиса. Большое количество выступлений. Посмотрите, пожалуйста, в программе ЦИФРА. У вас есть возможность повлиять на содержание этих документов. Это публичное представление осуществляется для того, чтобы вовлечь вас в созидательный процесс. Вот если на определенную позицию, на работу на экспертные группы, состоящие из нескольких сотен человек по каждому направлению, то очень важно вовлечь максимальное количество экспертов, в любом случае, если будут какие-то неточности и так далее, можно туда тоже отнестись, попросить поправить. Цель всех этих презентаций не помните, цель этих презентаций совместно продвигаться вперед по выработке договоренностей между бизнесом к экспертному сообществу государства относительно госполитики по развитию цифровой технологии в нашей стране с последующей поддержкой ее реализации со стороны истингового развития. Вот в такой ситуации находимся на текущем моменте времени. Вот я хотел сказать всем спасибо огромное моделистам. У нас еще осталось чуть времени, поэтому я предложил бы ответить на пару вопросов, пока люди думают. Вот я хотел бы задать вот такой, как бы, были запросы всем участникам. Мы по-разному посмотрели на ситуацию, вот в итоге, если бы у нас было, например, возможности влиять на то, что государство инвестирует, ну, допустим, 10 миллиардов рублей, вот, то какое бы направление цифровой технологии вы бы определили бы в качестве приоритетного числа девятин тематических направлений, которые на следующий день рассматриваются в рамках федерального проекта цифровой технологии. Я по очереди попросил ответить, Константин, куда бы вы направили деньги, вот посоветовали бы направить деньги государству из девяти направлений? Ну, не потому что я ухожу от прямого ответа, но... А, ну, прошу. Нет, пожалуйста, Борис. На цифре, на цифре. Я отвечу, Борис. Ну, чтобы был конкретный, вы говорите, пожалуйста, одно из девяти направлений, вот. Это будет вопрос, не предполагающий, Константин, вот, размышления, вот, рассудения публичные и так далее. Вот у вас первое, что на голову придет. Хорошо. Когда, наверное, все-таки интернет-вещение? Спасибо. Большие данные. Большие данные. И у нас побеждает большие данные. Большие данные. Очень большие данные. Интернет-вещение и сам придет. Я бы тоже сказал, что, на самом деле, три связанных технологий. Большие данные, искусственный интеллект, интернет-вещение. Они все, как бы, взаимосвязаны. Хорошо. Спасибо. Коллеги, есть вопросы? Спикеров. Да, пожалуйста. Микрофончик. Давайте я послушаю. Спасибо. Людмилов Александр. Компания «Зуга». Спасибо. Артур Кларк как-то сказал, что… Какой вопрос? Скажите, пожалуйста, чтобы сразу человек начал кататься. Вы знаете, я думаю, как всем экспертам, во-первых, спасибо за интересность. У вас будет подобная информация, которую мы получили. И вопрос будет звучать так. Кларк сказал, что хорошая, продвинутая технология для причины от волшебства. Волшебство может быть… Ну, наверное, колдовство плохое, а волшебство – это хорошее. Какие бы риски имеете в применении новых технологий, цифровых технологий, сквозных технологий, и чем нам, возможно, придется уступиться, и что будет сервать? Спасибо. Пару дней назад началась первая в истории человечества цифровая война, когда Америка отказалась работать с ООО. Мы еще не понимаем, что это значит. Но мы понимаем, что те страшилки, о которых мы говорили – информационная безопасность, закрытый контур, российское открытое ПО, закладки и так далее. Вот мы сейчас подойдем к решению этих вопросов очень быстро, быстрее, чем мы рассчитываем. Я верю, что успех мы получим только от включения в международное сообщество, так, чтобы нас помогли оттуда исключить. Ну, то есть я говорю сейчас про открытый код, в основном, и влияние российских умов на формирование дорожных трактов, развитие открытых элементов. Это, наверное, как инструмент медикации. Борис? Борис? Да, я скажу. Смотрите, чем хочется поступиться, вы спросили. Да, и как эти волшебства – волшебства очень важная вещь – непонимание. Мы не понимаем, как это работает. Настолько сложно, что невозможно разобраться в том, как это устроено на самом деле. Если раньше ему хватало высшего образования, вот, технического, потому что мой дед, например, разбирал болта 400 лет на скрипке, он собирал обратно. Он был инженером, построил ракет, он образование позволял, и распираться с автомобилем, да? Вот ему хватало любого волшебства для него существовало. Я не знаю, что бы он сейчас делал с какой-нибудь Тойотой, неусловно, чтобы у кого-то ее разобрал. Потому что там столько волшебства, которые невозможно отходить, чтобы сложить технологию. Поэтому поступиться нам придется, не поступиться, нам придется довериться инженерам, довериться технологам, а это значит придется практически другому, я вам так скажу. Знаете, если подальше посмотреть, то нам придется поступить за самым лучшим, что у нас есть, нашей сущностью. Потому что край между тем, что такое машинный человек, стирается искусство, мы будем импровизировать. Искусственный интеллект будет на человечество. Мы сейчас не понимаем, как работает искусственный интеллект. Вот это не алгоритмы, которые записаны, как раньше коды писали. Вот иди туда, иди туда. Но не так. И вот, когда мы сольемся с машины, вот это экстасика нет, вот это, наверное, риск. Он говорит, в рене ответами. Добрый день, у меня два вопроса ко всем спикерам, но на один из них я, конечно же, попрошу ответить представителям здраво. Первый такой, дилетантско-потребительский. Когда меня в поликлинике перестанут спрашивать, чем я болел в детстве и какие прививки я перенес. И второе, когда мы увидим причинно-следственную связь между съеденным и заболеванием. Я. Ну, а первый вопрос об обозримом будущем. Т.е. Коротко отвечает тебе, или елка с елка. Вот, смотрите, и сегодняшние дети, которые рождаются, у них уже работают в вашем возрасте, спрашивают, какие это не стали в детстве. Ну, реально. Как только информация о веденных манипуляциях будет храниться в системе в справовом формате, не потребуется ее следствие спрашивания человека, потому что вот этот вот медицинский цифровой след будет оставаться. Сейчас ряд медицинских организаций, цифровой климатикой информационной делают, формулируются. То есть те пациенты, которые лечатся там, уже, соответственно, начали рисовать свой цифровой след. Вы знаете, я не понаслышке, у меня матушка еще 10 лет до пенсии, когда она еще работала, да, медицинским работником, то она начала вколачивать в базу данных информации с личных карточек и амбулаторных.